Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 15 по 21 апреля 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 203 происшествия, 12 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечены 53 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. С причинением вреда здоровью не допущено. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении двух мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. С 5 апреля текущего года на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мошенник». Произведен на вход 529 квартир, проведены профилактические беседы, вручены памятки. В период с 20 по 21 апреля на территории Ненецкого автономного округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверено 98 транспортных средств, составно 14 административных материалов, в том числе 3 за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 2 за нарушение правил обгона. В период с 19 по 20 апреля на территории Ненецкого автономного округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Семья». Проверены семей 36, несовершеннолетних 40. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. В рамках операции проверены семьи и несовершеннолетние, состоящие на учетах. При посещении благополучных семей участниками рейда выявлено 9 малолетних детей в возрасте от года до 7-летнего возраста, родители которых употребляют спиртными напитками и должным образом не исполняют свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих детей. Дети доставлены в окружную больницу и помещены в детское отделение как безнадзорные. Кроме того, в вечернее время в общественных местах без сопровождения взрослых выявлено 6 несовершеннолетних, двое из которых находились в увеселительных заведениях, которые впоследствии переданы под расписку родителям и законным представителям. В настоящее время в отделе по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Ненецкому автономному округу состоит 25 семей и 101 несовершеннолетний. Профилактическая работа на территории округа будет продолжена. В период с 17 по 26 апреля на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России-2019» с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. Накануне сотрудниками полиции на территории округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт», направленное на выявление и пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной продукции. В ходе мероприятия полицейским выявлен факт незаконного использования объектов авторских и смежных прав, принадлежащих одной из организаций, расположенных в округе. По результатам проверки по данному факту следователям возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». Кроме того, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупциям управления проводятся проверочные мероприятия по фактам незаконного использования товарных знаков. У МВД России по Ненинскому автономному округу напоминает жителям, что сообщая о террористическом акте, вы посягаете на общественную безопасность. Ложные сообщения нарушают нормальный ритм жизни, парализуют работу учреждений и организаций, вызывают необходимость в эвакуации людей. Все действия сотрудников правоохранительных органов, задействованных в отработке информации о готовичности преступлений, основываются на существовании реальной угрозы жизни и здоровья граждан. Поэтому по всем поступившим сообщениям проводятся тщательные проверки с целью недопущения возможных негативных последствий. И это приводит к вынужденному отвлечению сил и средств экстренных служб от исполнения прямых обязанностей. Как только вы сообщили заведомо ложные сообщения об акте терроризма, преступление считается совершенным. Форма выражения сообщения может быть разной, устной и письменной, в виде телефонных звонков или видеороликов. На сегодняшний день современные технические средства позволяют полицейским устанавливать авторов сообщений в кратчайшие сроки. Сотрудники полиции предупреждают граждан о том, что действующим законодательством Российской Федерации за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает при достижении граждан 14-летнего возраста. В 2019 году следственным отделом УМВД России по Ненецкому автономному округу по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ненецкому автономному округу установлено местонахождение мужчины 1986 года рождения, находившимся в федеральном розыске. Обвиняемого в совершении преступлений предусмотрена статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время в отношении гражданина судом вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу, и он водворен в изолятор временного содержания управления. 18 апреля 2019 года сотрудниками группы по противодействию экстремизму совместно с отделом по вопросам миграции Управления МВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Стражами порядка установлено, что жительница поселка Искатели в октябре 2017 года осуществила фиктивную регистрацию гражданки Республики Беларусь в жилом помещении по месту своего проживания. Фиктивность выразилась в том, что женщина не намеревалась предоставлять ей это помещение для проживания, а гражданка не намеревалась проживать в этом помещении. В настоящее время по данному факту отделом по организации дознания Управления возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ведется следствие. В преддверии празднования Дня местного самоуправления в актовом зале администрации города Наринмара состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители Общественного совета при управлении МВД России по Ненецкому автономному округу. В торжественной церемонии награждения глава муниципального образования городской округ город Наринмар Олег Белак вручил почетную грамоту администрации заместителю председателя Общественного совета при ОМВД Вере Дроздовой за активное участие в работе Общественного совета и за высокий профессионализм при работе с молодежью, добросовестное исполнение общественных поручений и пожелал дальнейших успехов. На протяжении 10 лет Вера Авенировна входит в состав совета и принимает непосредственно активное участие в проведении профилактических и специальных мероприятий, направленных на пресечение преступлений и правонарушений, акциях, формирующих положительный образ сотрудников полиции. Кроме того, в преддверии празднования Дня ветеран органов внутренних дел Российской Федерации Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу состояла встреча начальника с ветеранами Совета ветеранов УМВД. В своем выступлении начальник управления полковник полиции Олег Яковлев поздравил ветеранов с праздником, пожелал всем здоровья, бодрости, силы и долголетия и выразил слова о благодарности ветеранам, которые по сень день продолжают оказывать помощь управлению, сотрудникам и самое главное молодому поколению. Председатель Совета ветеранов УМВД Алексей Чупров в своем приветственном слове напомнил всем об истории создания ветеранской организации и о наших ветеранах. Ветеранская организация Ненецко-автономного округа действует с октября 1993 года. В 2010 году организация ветеранов переименована и зарегистрирована в Минюсте Российской Федерации. Сокращенно региональная общественная организация «Ветеран НАУ». В завершении встречи ветераны награждены медалями и памятными знаками МВД России. 21 апреля 2019 года в детско-юнужском центре «Лидер» в Наринмаре состоялось торжественное открытие турнира по волейболу, посвященного Году здоровья в Ненецком автономном округе. Среди команд клубов общеобразовальных организаций и сборных команд округа, проводимой Ненецкой организацией общества «Динамо». Торжественное открытие турнира состоялось с исполнения гимна Российской Федерации. Приветственных слов и пожеланий руководства «Динамо» и «Дюц-лидер», а также с выступления сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу. С информацией о проведении на территории округа первого этапа межведовственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019» с целью предупреждения о распространении наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявлении фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. В своем выступлении сотрудник полиции акцентировал внимание молодежи на занятии спортом и здоровым образом жизни. В турнире принимают участие 26 команд из числа юношей и девушек по возрастным группам, которые в течение недели будут сражаться за звание победителя турнира по волейболу и кубах «Динамо». А в каждой возрастной категории будет определен лучший игрок турнира, который станет обладателем памятного подарка. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.